друзья всем привет итак слушайте сегодня тема такая сегодня мы будем с вами делать слепой тест а предыстория такова дело в том что мне уже много не раз пишут разные специалисты супер технологии что любой усилок так сразу скажу не обращайте внимание на мои оранжевые штаны мне в них удобно понтоваться не люблю хожу в том чем удобно ну разумеется куда-то скажем там в ресторан я в таком виде не пойду вот ну а здесь для записи видео в помещении бане ну чё блин не походить них удобненько хорошенько так что так это так лирика в общем-то смысл теста заключается в том что часто и много пишут типа вот ресивер это барахло усилок это класс и любой усилок переиграет любой ресивер вот и вот дело в том что я лично я с этим не согласен то есть да в принципе я согласен с тем что если взять усилитель и ресивер одного класса то скажем скорее всего усилок будет играть поинтереснее но если мы берем например разные классы то запросто ресивер может играть лучше чем усилитель все зависит от конкретных моделей от конкретного производителя то есть нету какого-то такого четкого правила что усилитель прям будет играть лучше чем ресивер вот и вот именно с этих так сказать комментариев что где любой усилок лучше любого ресивера и родилась мысль сделать такой тест причем это тест первый но друзья не последний мы потом будем сравнивать еще и другие модели между собой как мы доберемся между усилками ресиверами и что еще хочу сказать вот тут друзья можете соглашаться можете не соглашаться но тем не менее я все-таки озвучиваю а в чем же вообще в принципе разница между усилителем и ресивером вот значит там например знаете все такой канал вокруг стерео ничего против нее не имеют классные видосики молодец куча подписчиков 10 раз больше чем у меня не вопрос но он мне написал тоже то же самое что любой усилитель переиграет любой ресивер значит и когда я попросил его спросил а чем отличается ресивер от усилителя он мне написал ой многим когда попросил перечислить то друзья ответа я не получил вот единственно что там было сказано это то что отличается тем что сейчас вспомню как же это было что что короче в ресивере схема так вот друзья специалисты из кембридж аудио это производитель которая делает дорогую аппаратуру у них номер сиди проигрыватель может стоить стоит начиная от 1000 евро вот так вот специалисты из кембридж аудио сказали что разница между ресивером и усилителем заключается в наличии радио то есть усилитель любую то есть условно говоря любой ресивер может быть усилителем но не любой усилитель может быть ресивером и даже в принципе усилитель до не любой усилитель может быть ресивером то есть да конечно то есть во первых разница между усилителем и ресивером заключается в наличии радио в первую и самую главную очередь вот друзья даже здесь вы посмотрите вот пожалуйста пионер стерео амп лайфер стерео усилитель ямаха натурал саунд ресивер это ресивер то есть основная в общем то по сути две основных разницы значит первая разница заключается в том что и самое главное что ресивер это тот же усилитель но имеет на борту радио вот и второе отличие что как правило но это не обязательно какой-то факт хотя в принципе наверное даже может быть почти факт что ресивер более функционален и более универсален то есть у него больше возможностей для разных коммутаций для разных там скажем изменения разных программ и всего прочего но по большому счету ресивер это тот же усилитель просто с увеличенным набором возможностей так вот почему же в принципе усилитель может отличаться от ресивер например по качеству звука и в принципе я с этим не спорю я действительно по своей практике скажу что усилители часто играют лучше чем ресиверы но какие причины в этом могут быть во первых усилитель очень прост здесь нет никаких настроек здесь ручка громкости регуляторы басов высоких и все у ресивера есть меню его надо настраивать если у вас ресивер настроен неправильно то звук будет действительно паршивый если ресивер настроен на 5 плюсом то звук у вас будет тоже классный ну не всегда зависит все от модели конкретно производитель но я говорю так в целом вот по поводу разных вот этих микросхем усилителей во-первых хотел бы сказать друзья не буду искать вам эти факты подтверждением захотите покопайте поищите сами по крайней я утверждает она девяносто восемь процентов так вот очень много современных ресиверов d-класса используют те же самые усилительные чипы что и современные усилители d-класса то есть и там и там идут одинаковые усилительные чипы то есть в этом плане там разница никакая да в старых вариантах там может быть не настолько все идентично хотя и думаю там тоже могут быть одинаковые блоки питания одинаковые там эти трансформаторы еще что-то вот по поводу микросхем вот говорят там типа микросхемы влияют на звук все это влияет и знаете в принципе друзья с этим тоже согласен микросхемы действительно все это чем чем длиннее путь чем заковыристи путь тем больше он как бы изменяется становится он от этого лучше или хуже это другой вопрос скажем для отдельного разговора но звук действительно при прохождении через разные вот эти вот микросхемы остальном меняется но допустим говорят вот в ресивере там проходит через плату значит ресивера через вот эти микросхемы все и все это это не звук усилителя это отстойный звук ну допустим друзья у меня возникает такой вопрос а например в сидишнике микросхем нету никаких то есть когда вы у вас играет диск сидишника у вас изначально звук не проходит через всякий набор микросхемы чипов и всего остального нет а потом еще крутые аудиофилы очень любят цапы а знаете что такое цап откройте его дорогих цапах там тоже такой набор микросхемы всего остального то есть у меня стоит допустим ресивер играет сидишник и акустика вот у меня там микросхемы у меня тут микросхемы а у аудиофила у него усилитель до типа там минимальный набор микросхем гораздо меньше чем ресивере но при этом у него еще стоит какой-нибудь сап а цап это тот же самый набор микросхем это в данном случае это никак не влияет по мнению аудиофила на звук но то есть не меняет не влияет в худшую сторону то есть понимаете очень такое как сказать узкий взгляд на вещи вот аудиофил там какой-нибудь услышал где-нибудь на youtube каналах что значит вот усилить лучше все он так и считает так вот вот тот же товарищ из вокруг стерео еще раз повторюсь ничего против него не имею то есть я не критикую его конкретно за его там канал за видео что он там рассказывает ради бога думаю он даже в этой области вполне возможно умнее меня ну во многих областях умнее меня но когда он утверждал что любой ресивер лучше любого усилителя и потом я решил посмотреть откуда у него такой опыт залезаю видео вот и там читаю коммент значит где человек спрашивает а вы вообще как бы ну свой ресивер перед тестом настраивали но другое дело что он даже не ресивер был собственно говоря dsp усилитель но вот вокруг стерео прям вот уверенно dsp усилитель называют что это ресивер но штамм дисплей там много каналов все это ресивер не друзья это усилитель это не ресивер вот когда спросили а вы настроили что у вас баса мало вот и все на что вокруг стерео ответил а я не знаю даже как это все настраивается и причем это его ответ был буквально там два-три месяца назад то есть понимаете человек вот уже давно у этот канал он давно утверждает что ресиверы прямо все хуже усилители но при этом он даже не умеет ресиверы настраивать ну как можно утверждать то что ресиверы хуже вот ладно очень много лирики еще раз повторюсь ничего не имею против вокруг стерео это я просто привел привел пример что человек может быть специалистом и разбираться в разной тематике но это не значит что он специалист во всем и разбирается абсолютно во всем но в силу своих вот этих вот уже знаете как этого у меня канал у меня 30 тысяч подписчиков я огромный специалист значит я прав во всем то есть он априори правда же не пытается так сказать разобраться а где же истина на самом деле вот это вот очень плохо когда человек вязнет в своих своем титуле да или как сказать вот то есть я например подвержен критике если мне кто-то доходчиво аргументированно объяснить что вот ты не прав на самом деле ресивер это не усилитель с радио то друзья но конкретно фактами там допустим каким-то конкретным примерами то я с ним соглашусь и еще момент у того же вокруг стерео вот он говорит потому что звук проходит через схемы поэтому это не причем кстати он сказал ой много да чем отличается ресивер от усилителя когда я спросил назвал не только одну ну на его взгляд причину причем это не было наличие радио это типа наличие схем и я то сказал ну хорошо говорю а вот у меня есть ресивер пионер многоканальный ресивер пионер и у него сломались вот эти схемы которые отличаются на звук отвечают за многоканальный звук затем многоканальные режимы и работает этот ресивер пионер только в режиме сейчас не помню как он называется директ ну короче это режим который работает без прохождения через микросхемы то есть он работает только в стерео режиме в этом в стерео паре и только значит в этом в режиме директ и и понимаете хорошо спрашиваю а вот мой ресивер пионер в таком случае стал тогда усилителем у него же звук не идет больше через микросхема он даже не дает через него звук на что ответ я конечно не получил так вот друзья самое главное отличие ресивера от радио это наличие радио ой извините ресивер от усилителя это наличие радио и вторая собственно говоря уже косвенное как бы отличие но она не является каким-то основополагающим это у ресивера гораздо больше разных возможностей выбора звука возможности способов подключения возможности больше поставить колонок многоканальный усилитель остается многоканальным усилителем потому что есть например такое понятие как public amplifier это усилители например именно усилители не ресиверы для всяких публичных заведений для кафешек там и так далее у них там тоже много каналов но от этого ресиверами они не становятся они как были усилками они так и остаются усилками ладно так вот возвращаемся к тесту сравнение в общем цель нашего сегодняшнего теста сравнить между собой на одних и тех же композициях усилитель и ресивер а действительно ли мы услышим что усилитель играет прям так заметно лучше чем ресивер то есть хочу как повторится еще раз я считаю что усилитель действительно играет лучше чем ресивер но друзья это не всегда это не является каким-то золотым правилам то есть если услу это опять же это не стопроцентное но приблизительно такое значение что в одном классе ресивер и усилок усилок будет играть получше но если у вас ресивер высокого класса усилитель классом пониже то ресивер запросто может играть лучше усилка вот говорю ты из исходя из своего опыта и то есть мы будем сравнивать усилитель и ресивер вслепую мы послушаем 7 композиции на ресивере 7 композиции на усилители и выдал дорогие мы зрители должны будете мне перечислить первая песня должны если будет такое желание не то что вы должны просто кто готов поучаствовать в этом слепом тесте то перечислить вот первая песня это ресивер вторая песня это усилитель и так далее вот и песни будут играть одинаково что на зиме что на усилителе но вы не будете знать кто конкретно в данный момент играет ресивер или усилитель мы послушаем несколько песен с дисков и посмотрим может быть еще послушаем несколько песен через bluetooth адаптер с mp3 значит ресивер у нас yamaha rx v373 он получил сейчас не помню в каком-то году 2014 что ли или семнадцатом году получил награду от журнала вот хай фай как лучший ресивер в своем классе значит усилок пионер а 223 это 1988 год на самом деле друзья хочу сказать классный усилитель и я даже подозреваю что он вполне переиграет этот ресивер для этого мы проведем в итоге несколько тестов этих сравнений они основе только этого одного теста но тем не менее этот тест тоже быть показателем а способен ли зритель вообще услышать разницу между усилителем и ресивером значит на усилке играет режим сиди директ на ресивере играет режим стрейт то есть тоже минимальное изменение звука и собственно давайте переходим к прослушки и так вы не знаете кто еще сыграет первым а я вам включу и вашего задача будет сравнить послушать чтобы не было каких-то домыслов что я там держал телефон не так картинка конечно плывет немножко вверх но при этом телефон будет неподвижен итак друзья приготовьтесь и я вам сейчас включу 1 не скажу кто ресивер или усилитель посмотрим услышите сейчас секундочку оставлю вас ровнее вот так вот чтобы все было честно и погнали итак песня номер один кто играет а а и и Итак, вторая песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, третья песня. Кто играет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, четвертая песня. Кто играет? Ресивер или усилитель? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА